Друзья, всем привет! Вы на канале Китайфак и сегодня на обзоре у нас новый лазерный уровень с матерным названием Куепар. Но давайте посмотрим, соответствует ли он своему названию. Пришел очень быстро, в районе пяти дней, пришел в заводской фирменной коробке и дополнительно запакован в пупырчатую пленку. Ничего не помялось, все дошло очень хорошо. В комплекте фирменная сумка, лазерная мишенька зеленого цвета, так как уровень с зеленым лазерным лучом, инструкция и магнитное настенное крепление. Да, стоит уровень в районе 7400 рублей на день снятия обзора. Из конкурентов на российском рынке можно выделить только ADO CUB2360 Green, но стоит он на сегодняшний день 16990 рублей, то есть 17000. Это в два с лишним раза дороже, чем данный уровень. На китайском рынке вы можете увидеть большое количество подобных уровней. На слуху будет лазерный уровень XEAST XE902, но изначально сам заводской продукт, это конечно уровни под брендом HUEPAR. Все остальные, которые выпускаются на этом же заводе, это уровни, которые выпускаются под заказ других фирм. Поэтому внутри могут стоять немного другие компоненты, но это не обязательно. И при получении других уровней, что на сумке, что на коробке, что на инструкции вы не увидите логотипа. Будет просто черная сумка, просто безликая коробка, а с мануала сорван первый лист и инструкция будет начинаться вот с такой картинки. Так, ну давайте рассмотрим все поближе. Инструкция значит такая маленькая, на различных языках, но как всегда русского языка нет. Здесь в принципе можете найти его характеристики. Очень качественная лазерная мишенька магнитная и с дополнительной подножкой, чтобы ставить на пол. Очень удобная вещь на самом деле. Такая мягкая сумочка, все качественно сшито. Да, друзья, в комплекте идет очень классное настенное магнитное крепление, очень продуманное. Магниты идут как в нижней части крепления, когда ставите таким образом прибор. Также здесь идут две резьбы 5,8 дюйма и 1,4 дюйма. Как видите, сделано все аккуратненько, все четко. Есть резиновые пяточки, чтобы не портить поверхность. Здесь также, здесь два больших неодимовых магнита и резьба 5,8 дюйма. Что самое интересное, это крепление поворачивается вокруг своей оси. Это очень удобно. И плюс ко всему, здесь сделана градуировка по 15 градусов. То есть мало того, что можно выставить угол по горизонтали, угол также можно выставить по вертикали, так как у это уровня есть режим работы с заблокированным компенсатором. И допустим, вы ставите на штатив, либо магнитите к поверхности крепление таким образом и ставите на 45 градусов. Допустим, это у нас 0, 15, 30, 45. Так как платформа поворачивается достаточно туго, то ее жесткости хватит, чтобы удержать прибор. То есть вот так у вас будет стоять прибор и вот этой плоскостью получается можно на стене задавать определенный угол. Очень круто. Ну и само по себе крепление выполнено, конечно, очень качественно. Придраться ну просто не к чему. Все четко, все аккуратно, все ровненько. Сама крутилочка, которая закручивается, тоже сделано очень приятно. То есть на самом деле идеальное крепление, претензий нет никаких вообще. Ну и сам прибор, друзья, выполнен также на высшем уровне. Все четко, классный пластик. Логотип не наклеен, а пропечатан. Выполнено ну просто все идеально. Никаких разных зазоров, никаких заусенцев, подтеков клея, ничего не торчит. Все сделано очень круто. Тумблер ходит четко и довольно легко. Батарейный отсек на 4 батарейки тоже очень круто сделан. В основании прибора резьба 1,4, дюйма для крепления на штатив, либо на тоже настенное крепление. Да, друзья, хочу обратить внимание на такой маленький момент. Данная модель прошла довольно много сертификаций. Помимо просто сертификата CE, это европейские стандарты, он прошел также сертификацию ROX, которая имеет более жесткие ограничения по использованию вредных веществ. FC, это какая-то американская сертификация. И FDA, это также американская сертификация, американское федеральное агентство по надзору за качеством продуктов. То есть, чтобы продаваться на рынке США, нужно обязательно проходить эту сертификацию. Поэтому прибор во всех отношениях сделан очень качественно. Да, друзья, что немаловажно, здесь стоят наши любимые модули от германской компании OSRAM. Ну, сейчас в дальнейшем мы, конечно, посмотрим, как они светят, какая толщина линии на разных расстояниях, но тем не менее. Так, вот я вставил батарейки, сейчас компенсатор заблокирован, нажимаем на кнопку и сразу загорается вертикальная плоскость и горизонтальная. То есть, активируется режим работы с заблокированным компенсатором. Но линии в этом режиме также будут мигать раз в 5 секунд, ну как у большинства последнее время приборов. Последующее нажатие, можно отключить вертикаль, остается только горизонт, либо одна вертикаль без горизонта, либо же опять все вместе. Далее мы открываем компенсатор и нивелир у нас уже устанавливается автоматически. В этом режиме также можно переключать все по отдельности. Если хотите включить режим работы с приемником, то нужно удержать эту клавишу в районе трех секунд. Здесь загорится соответствующий индикатор, а линии будут очень быстро мигать. То есть, вот смотрите, вот линии промигали, линия стала гореть чуть тусклее и загорелся синий индикатор. То есть, это говорит, что вы находитесь в режиме работы с приемником. С приемником он работает до 50 метров в одну сторону, то есть, участок в 100 метров легко можно разбить с приемником на улице. Приемник также можно купить, стоит он где-то в районе трех с лишним тысяч рублей. Да, друзья, при наклоне линии только мигают, звукового сопровождения нету. То есть, кому-то это понравится, кому-то нет. Линия очень яркая, четкая, тонкая, с отличными границами. То есть, уже видно, что проецируемые линии происходят от очень хороших излучателей и качественных призм. Да, друзья, выключается прибор опять же только кнопкой, то есть, вы блокируете компенсатор, линия у вас продолжает гореть в режиме работы с заблокированным компенсатором, но уровень не выключается. То есть, надо ее удерживать и тогда уровень выключится. Это может показаться немножко неудобным, но тем не менее, это конечно же не критично. Так, вот такой функционал у него получается. Две плоскости по 360, есть режим работы с приемником, есть режим работы с заблокированным компенсатором. В принципе, по большому счету, весь необходимый функционал у него есть. Так, ну давайте теперь посмотрим толщину его лазерной линии на разных расстояниях. Посмотрим на 1 метре, на 3, на 5 и 15. Так, друзья, сравнивать будем с лазерным уровнем Clubiona 3D Green, который строит 3 плоскости по 360 градусов. Тоже очень классный уровень. Обзор на него можете посмотреть, перейдя по ссылке в правом верхнем углу. И также, по заявлению производителя, у него тоже стоят LD лазерные модули от компании Osram. Давайте начнем нашу проверку и начнем с одного метра. Так, друзья, вот две наших линии. Снизу идет линия Хуепар 902CG. Сверху идет линия Clubiona 3D Green. Видно уже по первому взгляду, что линии отличаются по цвету. Линии по толщине практически одинаковые, но у Clubiona 3D линия чуть-чуть потоньше, на какие-то доли миллиметров. То есть у Хуепара название, конечно, так. Линия где-то полтора миллиметра, у Clubiona 3D Green где-то 1 и 2 миллиметра. Давайте посмотрим на трех метрах. Так, на трех метрах линия у Хуепара она просто идеальна, она менее даже чем один миллиметр. Она очень четкая, с очень четкими границами, яркая, тоненькая. В общем, просто супер. Линия у Clubiona 3D тоже также очень тонкая, чуть побольше миллиметра, где-то миллиметр и один, миллиметр и два максимум. Но тоже очень тонкая и яркая линия, с четкими границами. Но линия от Хуепара здесь, конечно, все равно выигрывает. Так, друзья, на пяти метрах линия у Хуепара намного четче, имеет более лучшие границы и чуть потоньше, чем у Clubiona 3D Green. Но, опять же, у Clubiona линия также очень тонкая, чуть побольше миллиметра и также очень яркая. Но, тем не менее, у лазерного уровня Хуепар 902CG. Линия очень классная. И давайте теперь посмотрим на 15 метрах. Так, друзья, на 15 метрах расклад такой. Линии практически одинаковые у обоих нивелиров, в районе трех миллиметров. Но по яркости видно, что Хуепар выигрывает. Линия у него кажется намного ярче. В общем, друзья, уровень нереально классный, несмотря на свое дурацкое название. Лично у меня появился новый фаворит, что по качеству сборки, что по лазерным линиям, идеальный вариант. Поэтому, кто собирается приобретать 3D уровень или вот такой, с двумя плоскостями по 360 градусов, даже не думайте, смело берите этот, не пожалеете. Вообще, очень крутой уровень, просто огонь. В следующем видео обязательно проверим его на точность, поэтому не забывайте подписываться на канал, ставьте палец вверх, если видео было полезным. Всем добра, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok